Время новостей на телеканале Дома. О самых важных и актуальных событиях, которые произошли в Украине и в мире, сегодня прямо в эфире рассказываю я, Андрей Джуджула. Добрый день. Вооруженная агрессия России на Донбассе. По инициативе Украины 23 февраля состоится заседание Генассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросу боевых действий на Донбассе. Об этом в интервью изданию «Левый берег» сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, на повестке дня будет обсуждение доклада об обстановке в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Также Украина поднимет тему незаконно организованного России форума с участием российских пропагандистов. В заседании Генассамблеи примет участие руководство Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. 23 февраля украинское постоянное представительство будет организовать брифинг под председательством руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий для стран-членов уже всей ООН, а не только Совбеза, по ситуации на Донбассе и в Крыму. И уже там мы сможем, не имея ограничений во времени, рассказать все о ходе событий. Тем временем представители Украины рассказали странам-участницам ОБСЕ о нарушениях незаконными вооруженными формированиями режима прекращения режима перемирия на Донбассе, повлекших гибель и ранения украинских военных. Накануне в видеоформате прошло заседание форума по безопасности ОБСЕ. Украинские дипломаты рассказали о 19 случаях обстрелов, произошедших за один месяц с 11 января по 11 февраля. В результате этих нарушений погибли пятеро и ранены 15 украинских солдат и офицеров. Глава украинской миссии при ОБСЕ Игорь Лисовский отметил, что несмотря на обстрелы, украинская армия в большинстве случаев ответный огонь не открывала. Украина не возобновит подачу пресной воды в оккупированный Крым до момента его деоккупации. Для этого государство планирует достроить дамбу на Северокрымском канале в Херсонской области, рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич во время встречи с начальником управления Северокрымского канала. Кроме этого, по словам Кореневича, это позволит улучшить мелиорацию южных районов Херсонской области. Позиция представительства и управления канала однозначна. Никакой воды в Крым до деоккупации. Есть определенные вопросы, касающиеся потребности укрепления сооружений, не допускающих Днепровскую воду во время на оккупированный Крым, а также мелиорации южных районов Херсонщины. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности, потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключит попадание воды во время на оккупированный Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины. Самый высокий показатель заболевших за месяц. В Украине за минувшие сутки обнаружили 6237 новых заражений коронавирусом. От осложнений умерли 163 украинца. Тем не менее, более 5000 пациентов одолели COVID-19. Наибольшее количество инфицированных в Ивано-Франковской области. За все время пандемии в Украине заболели 1 287 141 человек. Выздоровели 1 134 000 украинцев. Два человека скончались от осложнений COVID-19 в отдельных районах Луганской области. За сутки там зафиксировали 10 новых заражений коронавирусом. Местные жители в соцсетях сообщают, «Всего с начала эпидемии самовразглашенные администрации признают 2916 случаев заболевания COVID-19». При этом из больниц выписали 2500 выздоровевших. Международные правозащитные организации и украинские власти отмечают. Вордло намеренно занижают статистику заболеваемости. Реформа правоохранительной системы в Украине позволила снизить уровень преступности в стране. Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала народным депутатам во время отчета о первом годе работы на должности. За соседанием Верховной Рады следит корреспондент телеканала «Дом» Юлия Кричкова. Юлия, расскажи, насколько удалось уменьшить количество преступлений за 2020 год и какие еще вопросы стоят на повестке дня сегодня в парламенте. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отчитала, что за 2020 год в стране было открыто 2 миллиона уголовных производств и почти 200 тысяч передали в суды. Уровень преступности на 100 тысяч населения, как он рассчитывается, уменьшился по сравнению с 2019 годом примерно на 13%. Есть категории преступлений, где уменьшение еще более существенное. Например, количество имущественных преступлений уменьшилось на четверть. А какие успехи прокуратуры в борьбе с коррупцией и в других преступлениях, которые влияют на экономику страны? Давайте послушаем, что рассказала Ирина Венедиктова. То, что рік посилення координаційного роли прокурорів сприяло збільшеннюю кількістю викритих злочин в цієї категорії. Прокурорами щоденно до суду направляється щонайменше 11 проваджень про корупційне правопорушення. Загалом за рік їх кількість зросла на 20% та станови 3 тысячи. Водночас наполовину більше скеровно до суду проваджень щодо привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем – 2 тысячи. Корупційными кримінальными правопорушеннями завдано збитків на сумму понад 2,7 млрд грн, з яких відшкодовано та забезпечено відшкодування майже 90% збитків. Одним из горячих вопросов сегодня в Верховной Раде станет решение по авто с европейской регистрацией. Сегодня на повестках дня зарегистрировано два законопроекта, которые касаются уменьшения цены растаможки. Для таких машин обещают, что их можно будет зарегистрировать в стране, заплатив до 1 тысячи евро налогов. Депутаты говорят, это необходимое решение, которое все же является компромиссным. А примут ли его сегодня, мы вам расскажем уже в следующих выпусках. Передаю слово тебе, Андрей. Спасибо, Юлия. Это была Юлия Крючкова из Верховной Рады Украины. Журналисток польского телеканала «Белсата» судили за стрим протеста в Минске. Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В ноябре журналистки ввели прямой репортаж с разгона акции протеста в Минске. Женщин обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Белорусские правозащитники признали журналисток политзаключенными. В офисе президента Украины планируют возобновить стажировку студентов после карантина. Об этом заявил руководитель офиса Андрей Ермак. Накануне для учащихся украинских вузов провели экскурсию по зданию офиса президента, после чего они смогли задать вопросы Андрею Ермаку и его заместителям. Он, в свою очередь, пригласил студентов принять участие во всеукраинском форуме «Украина-30». Я, как руководитель офиса президента, постоянно нахожусь в поиске лучших кадров. И после сегодняшней встречи вижу, что нам точно стоит восстановить стажировку студентов в офисе президента, которая была свернута из-за COVID-19. Уверен, что студенты смогут привнести свежий взгляд во многие процессы. Спасение птиц. В одесском зоопарке живет около 60 пернатых. Люди спасли их всех от сильных морозов и голода. В реабилитационном центре птиц лечат и выкармливают. Весной волонтеры их выпускают на волю. А недавно там поселился краснокнижный пеликан со сломанным крылом. Редкую птицу видели одесские корреспонденты. Кудрявого пеликана со сломанным крылом на Телегульском лимане в январе заметил местный житель Денис Аганов. Вдоль льда, вдоль берега, но подойти к нему было невозможно. По льду мы пошли, с псом чуть не провалился я и решил оставить эту затею до утра. Я как бы был спокоен, учитывая, что меня уведомили, что утром будет спасательная операция. Видео с птицей мужчина разместил в социальных сетях. Его увидели работники одесского зоопарка, которые и забрали Пернатова. Рана была старая, ей было 2-3 месяца. И там уже сустав, вот этот вот запястный сустав правого крыла уже сросся неправильно. И поэтому птица потеряла способность летать. Он держался там на воде какое-то время. И когда ударили морозы, замерз лиман, он перестал охотиться и довольно долго был голодный на морозе. А вот это сочетание голода и холода, оно губительно для птиц, потому что он был очень слаб. Сам он есть не мог, мы его кормили и он даже глотать не мог. По словам орнитологов, пеликан несколько месяцев прожил в дикой природе со сломанным крылом. Он больше не сможет летать, поэтому останется жить в зоопарке. Птицу назвали Дэн и он наконец-то идет на поправку. Вот это практически четвертый кудрявый пеликан, который есть в зоопарках Украины. На территории нашей страны есть два вида пеликанов – розовый и кудрявый. Кудрявый еще более редкий, чем розовый. Они оба краснокнижные, это редкие птицы. И сейчас пеликан, который принадлежит к Киевскому зоопарку, Одесскому есть наш один пеликан и один, который принадлежит к Харьковскому зоопарку, они все втроем находятся в Киеве. В прошлом году собрали их вместе мы, чтобы попытаться получить потомство. Пеликан – не единственная спасенная птица этой зимой. В реабилитационном центре Одесского зоопарка сейчас находится около 60 пернатых. Нам ее принесли, скажем так, неравнодушные одесситы. Она была вся почти что лысая, ободранная. И принесли ее на выхаживание, чтобы мы ее реабилитировали, а потом выпустили ее в природу. Здесь птиц лечат и выкармливают, но не приручают. Часть из них уже никогда не сможет вернуться в дикую природу. А вот остальных выпустят на свободу весной. Арсен Падасян, Анна Городенцева, Одесса – твой дом. Это все новости к этому часу. Мы уже готовим для вас следующий выпуск новостей. А я напоминаю вам о том, что страницы телеканала «Дом» есть в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. А также у нас есть сайт – канал дом.tv. Следите за нами в удобное для вас время. Спасибо, что смотрите «Дом». Хорошего дня!